МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Новое производство запущено в Карагандинской области. В Чесском районе в тестовом режиме начал работать завод по производству катодной миди. Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов посетил предприятие в рамках рабочей поездки. Вырубка березовой рощи неизбежна. В качестве компенсации руководство компании Казавтожол рассматривает строительство подземного пешеходного перехода и установку шумозащитных заборов. Педагог по профессии и подполковник в отставке Жанаркин-Жигалиева возглавила Совет матерей областной ассамблеи народа Казахстана. В Доме дружбы состоялось очередное заседание Совета. Обо всем более подробно. В Чесском районе в тестовом режиме начал работать завод по производству катодной миди. В рамках рабочей поездки Ахим Карагандинской области Ерлан Кушанов побывал на предприятии Сарарка Копер Процессинг. Глава области Ерлан Кушанов и руководитель компании поставили автограф на первом листе меди, произведенном на новом предприятии. Завод по производству катодной меди начали строить в 2016 году. Стоимость проекта составляет более 14 миллиардов тенге. В настоящее время производственный процесс запущен в тестовом режиме. Получена пробная партия готовой продукции. Мы за два года почти сделали большую работу. То есть это геологическая работа, технологию определили. И начали заказывать оборудование. И параллельно начали заниматься строительством нашего гидрометаллургического завода. И сегодня на лицо можете посмотреть. Мы завершили строительство нашего проекта. Проект позволяет в год производить 9 тысяч тонн катодной меди. Это 4 девятки. Полностью продукция пойдет на экспорт. Завод полностью оснащен современным оборудованием. Применяемая технология позволяет перерабатывать руду с низким содержанием меди. А также является одной из самых экологичных в металлургии, отличаясь минимальным выбросом вредных веществ в окружающую среду. Глава региона Ерлан Кушанов ознакомился с месторождением медной руды, дробильно-сортировочным комплексом, участком кучного выщелачивания и производственными помещениями, цехами экстракции и электролиза. Весь цикл является замкнутым и экологически безопасным, на что хотелось бы обратить внимание. Раствор после этого поступает на завод, в первый цех экстракции, где происходит его обогащение, порядка до 45 грамм на литр. Цех у нас, цех экстракции, как сказать, является пожаровзрывоопасным, поэтому у нас высокая степень защиты, специальный пропускной режим применяется, имеется система автоматического пожаротушения, пожарные извещатели, то есть большое внимание мы уделяем этим вещам. В конце июля была получена первая партия готовой продукции. Предприятие уже подписало крупный контракт на экспортную поставку, производимой меди, с одним из крупнейших международных трейдеров – компанией «Трафигура». На сегодня на мировом рынке спрос наметенно очень высокий, поэтому я думаю, что вопрос с продажей и экспортом не стоит. Отмечается, что строительство завода велось при активной поддержке областного Акимата и Министерства по инвестициям и развитию. Производство полностью автоматизировано и соответствует требованиям программы «Индустрия 4.0». На сегодняшний день здесь работают 550 человек. В основном это жители близлежащих районов. Для рабочих созданы все условия. На базе предприятия расположены пять корпусов для проживания, имеется своя столовая. Пока завод запущен в тестовом режиме, но до конца года планируется вывести его на полную производственную мощность. Андрей Тенжас, Ламакулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Более 56 миллиардов тенге планируется потратить на ремонтные работы при подготовке к отопительному сезону. Об этом на аппаратном совещании доложил заместитель Акима Карагандинской области Анатолий Шкарупа. В регионе подготовка к отопительному сезону идет с сопережением графика. На сегодняшний день подготовка Карагандинской области к отопительному сезону оценивается в 66,8% вместо запланированных 65%. К предстоящему сезону необходимо модернизировать электрические сети, подстанции, реконструкцию тепловых сетей, а также отремонтировать котлы и турбины на электростанциях. На эти цели будет затрачено 56 миллиардов тенге. По словам заместителя Акима области Анатолия Шкарупы, работа по подготовке ведется с опережением графика. Однако в некоторых районах и городах имеется отставание в части подготовки объектов СОЦ Кульбыта. При общей нормальной картине у нас имеется отставание по ремонтным работам на канализационных сетях в городе Тимиртау, на электрических сетях в Каркаралинском районе. Кроме того, есть факты неначатого ремонта локальных котельных в городе Караганде и Актугайском районе. По подготовке жилых домов и объектов СОЦ Кульбыта имеется отставание по городам Караганда, по многоэтажным жилым домам факт 61,4%, по городу Балхашу, по городу Каражалу, там не приступили к ремонту объектов СОЦ Кульбыта, по городу Сатпаеву, по Улутаускому району. Там есть проблемы с объектами спорта. В связи с этим Анатолий Шкарупа отметил, что Акимам городов и районов нужно ускорить темпы работы по подготовке объектов к отопительному сезону. Ведется активная работа и на угледобывающих предприятиях. Об этом рассказал заместитель Акима области Алмаз Айдаров. По его словам, в этом году ожидается значительный прирост добычи угля. В настоящее время осуществляется отгрузка угля в другие регионы. «Помимо области республики, помимо нашей области, мы также обеспечиваем в основном шубаркольским углем еще 11 регионов. Со всеми ими, по вашему поручению, было согласовано план отгрузки, начиная с июня-юля месяца. Сейчас мы эту работу мониторим. По итогам августа месяца вам детали будут доложены. Но уже сейчас мы видим, что области хорошо отреагировали, вывозят уголь своевременно, за исключением нескольких областей. Казалародинская, а также город Алматы. Но в связи с тем, что сезонность у них более поздняя осень, поздняя зима». Глава региона Ерлан Кошанов отметил, что работу по вывозу угля в другие города и области необходимо контролировать, чтобы не повторить прошлогодний ажиотаж в нашем регионе. Тохжан Лянова, Жаслан Макубеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Вырубка березовой рощи неизбежна. По поручению Акима области Ирлана Кушанова в областном Акимате состоялась пресс-конференция с участием представителей компании «Казавтожол» экологов, журналистов и членов общественности, на которой обсудили вопросы строительства автодороги. В качестве компенсации руководство компании рассматривает строительство подземного пешеходного перехода и установку шумозащитных заборов. Помимо этого «Казавтожол» планирует выделить около 30 миллионов тенге на пересадку деревьев и проведение лесохозяйственных работ. Несмотря на недовольство горожан, часть березовой рощи близ Пришахтинска будет вырублена для строительства дороги. Напомним ранее, некоторые участки земель лесного фонда были выделены под реконструкцию коридора «Центр-Юг». Новость об уничтожении зеленых насаждений вызвала всеобщий резонанс. Однако позиция простого населения не смогла повлиять на решение властей. На пресс-конференции представители компании «Казавтожол» заявили, что рассматривались и другие варианты строительства автомобильной дороги, но все они затрагивали лесной массив. По словам дорожников, последний вариант нанесет наименьший вред окружающей среде. Предложенные варианты дороги были разработаны в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, где учитывались интенсивность движения, радиусы кривых планов, расчетность скорости потока движения и так далее. Предложенные варианты дороги проходили по землям Гослесфонда. Из всех рассмотренных вариантов был выбран самый оптимальный вариант с минимальным нанесением ущерба Гослесфонду. Стоит отметить, что сотрудники компании «Казавтожол» планируют возместить нанесенный ущерб. Будут посажены 4000 новых деревьев. Кроме того, на проведение лесохозяйственных работ и пересадку деревьев будет затрачено около 30 миллионов тенге. Чтобы обеспечить безопасный переход граждан из одной стороны рощи в другую, предусматривается строительство пешеходного перехода и установка шумозащитных заборов, чтобы карагандинцы могли наслаждаться отдыхом в тишине и покое. Мы с руководством нашим достигли понимания. Рассматривается вопрос выделения дополнительного финансирования для того, чтобы именно на этом участке построить подземный пешеходный переход и сделать шумоизоляционный экран для того, чтобы обеспечить возможность граждан нашего города отдыхать в той части или иной части, значит, березовой рощи. Несмотря на все меры, которые Казавтожол планирует предпринять в качестве компенсации, горожане все еще негодуют. Их тревожит то, что в регионе и без того мало зеленых насаждений. Это подтверждает и руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Руслан Тулебаев. По Карагандинской области на сегодняшний день государственный лесной фонд составляет 614 тысяч гектар, либо это 0,36% от общей площади территории нашей области. Однако даже эти цифры не повлияют на ход строительных работ. Согласно утвержденному варианту, дорога будет проходить через лесной массив. Горожане не отрицают важность и необходимость автодороги. Людей расстраивает лишь то, что они потеряют излюбленное место отдыха. Нельзя забывать, что березовая роща – это труд карагандинцев, которые в 80-е высадили множество деревьев для улучшения экологии промышленного региона. Тухжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 18 августа состоится празднование 350-летия Бухаржарау Халкаманула. В честь знаменательной даты планируется устроить масштабное празднование. Насыщенная программа включает в себя возложение цветов к памятнику Ахына, соревнования по национальным видам спорта, а также праздничный концерт, на котором выступят творческие коллективы и звезды казахстанской и зарубежной эстрады. В течение года на древней земле Сарарки проводились мероприятия, посвященные Бухаржарау Халкаманула. А 18 августа текущего года состоится официальная церемония празднования его 350-летия. Масштабное торжество начнется с возложения цветов к памятнику Ахына и мероприятия Бабарухна Тахзам. Массовые гуляния пройдут в районе, который носит имя Бухаржарау. Есть такое место Корнеевка на пути в Баянаул. Там мы установим десятки юрт. Народ уже готовится к проведению столь масштабного мероприятия. Великий мыслитель Иакына оставил неизгладимый след в истории казахского народа. Он не только внес огромный вклад в развитие устного народного творчества, но и сыграл важную роль в истории, принимая участие в составлении законов и наставляя хана Аблая. Великий Аблай хан, отправляясь в походы и на битвы, спрашивал совета у Бухаржарау. Он советовался с мыслителем во многих вопросах, спрашивал, правильно ли он поступает, принимая то или иное решение. Бухаржарау всегда давал мудрые советы. Многие из них отличались проницательностью. К праздничной дате коллектив казахского драматического театра имени Сакена Сейфулина подготовил театрализованное представление. Также в программе предусмотрены национальные игры, спортивные состязания и концерт с участием талантов казахстанской и зарубежной эстрады. Торжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 14 категорий лиц освобождены от взноса в фонд социального медицинского страхования. За них взносы будет осуществлять государство. Об этом рассказали на встрече с представителями субъектов предпринимательства Карагандинской области. Фонд социального медицинского страхования провел встречу с представителями субъектов предпринимательства. На встрече были подробно разъяснены вопросы внедрения системы обязательного социального медицинского страхования. В этом также помогли бизнес-тренеры Карагандинской национальной палаты предпринимателей Атамикен. Во-первых, это очень полезно для наших предпринимателей. Они являются действующими предпринимателями, индивидуальными предпринимателями, юрлицами, которые на сегодняшний день отчисляют за своих работников медицинские отчисления. А с 2020 года будут определенные изменения, которые коснутся и наших предпринимателей. Со стороны предпринимателей выражается огромный интерес по данным вопросам. Данный тренинг проводится в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020». Он рассчитан для начинающих и действующих предпринимателей. С этого года тренеры начали активно сотрудничать с Фондом обязательного медицинского страхования и приглашать их на тренинги. Сотрудники фонда, в свою очередь, информируют предпринимателей о безменениях в законодательстве о социальном медицинском страховании, а также о правах и обязанностях предпринимателей как работодателей. Программа правительства очень глобальная. Думаю, что мое мнение такое, что эта система обязательного медицинского страхования необходима для населения, для финансирования здравоохранения. Когда идет рост продолжительности жизни, идет удорожание медицинских услуг, появляются новые медицинские технологии. Она очень актуальна в ведении этой системы. По словам бизнес-тренера, с 1 июля 2017 года индивидуальные предприниматели отчисляли от своего дохода 5%. Это вызвало определенную волну негатива среди предпринимателей. В связи с этим, с 2020 года предполагается, что эти отчисления будут уменьшены до полутора процентов. Жена Гулю Кимбаевна, начинающая предприниматель, осталась довольно разъяснительными работами. Она считает своим долгом участвовать в таких мероприятиях. Я живу по принципу «от идеи до прибыли». Мы должны быть готовы ко всем изменениям. Тем самым мы внесем вклад в развитие государства. Сегодня мы услышали много полезной информации, касаемой обязательного медицинского страхования. Большое спасибо организаторам. Стоит отметить, что иностранцы и переселенцы пользуются правами и несут обязанности в системе обязательного социального медицинского страхования наравне с гражданами Республики Казахстан. Это относится и к лицам безгражданства, постоянно проживающих на территории Республики Казахстан. Мульдир Жакан, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. И еще об одном. В Карагандинской области избрана председатель Совета матерей областной ассамблеи народа Казахстана. Ею стала Жанар Кинжигалиева. В ходе заседания участники также обсудили важные вопросы, которые касаются деятельности Совета матерей. Единогласно членами Совета председателем Совета матерей была избрана Жанар Кинжигалиева. Как известно, в текущем году экс-председателя КСПД Диспину Ивановну избрали заместителем председателя областной ассамблеи народа Казахстана. В связи с этим назрела необходимость освободить ее от этой должности. Педагог по профессии и подполковник в отставке Жанар Кинжигалиева является членом Совета уже на протяжении двух лет. Я очень рада за оказанное мне доверие. В рамках Совета на ближайшее время у нас очень много планов. Думаю, коллеги меня поддержат в этой трудной и ответственной работе. Также на заседание был приглашен гость, уроженец поселка Куянды Каркаролинского района, Калтаев Нурлан Айтмухамедович. Известно, что он построил дом для многодетной семьи, воспитывающей родных четырех детей и взявших под опекунство еще четырех. Помимо этого, он построил в своем селе спортивную площадку и детский сад. Члены Совета матерей вырезали слова благодарности и отметили, что готовы оказать поддержку в добром деле. Я обратился в отдел образования Каркаролинского района, попросил провести беседу с населением нашего поселка. Мы приехали, провели беседу, но никто не отгибнулся, поэтому и решил построить детский дом. Это был 2016 год. Я его построил за один год, но проблема была с родителями. Но никто не соглашался. Сейчас на данный момент детей взяли. На сегодняшний день Совет матерей активно занимается проблемами многодетных семей, матерей-героинь, подростков, состоящих на учете, инвалидов и ветеранов войны. Эта работа позволяет быть в курсе всех проблем населения, чтобы откликнуться на беду и оказать своевременную помощь, заявили участники заседания. Вы видите, наверное, в последнее время, в печатках, в электронных СМИ, в фейсбуке, в соцсетях, в инстаграм, очень много негатива. Много негатива. Вот, к сожалению, положительных моментов нашей работы, которые бы призывали или которые способствовали бы воспитанию многодетных, способствовали бы пропаганде института семьи, будем так говорить. Напомним, Совет матерей был сформирован в 2016 году. За это время в рамках Совета было проведено множество общественно-политических мероприятий, в их числе акции Акурамал, Келендер Миктебе и Ахзакалар Алкаса. Мульдир Жакан, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Аман Соболгстер. Аман Соболгстер.